Привет друзья! Я сегодня опять на своей кухне снимаю видео. И если у вас есть кусок или полоска такого никчемного тонкого сала с мясной прослойкой или мясо можно добавить отдельно, то давайте приготовим вместе мясной рулет. В луковой шелухе будем варить. Давайте приступаем к работе. У меня вот такой вот кусочек сала с прослойкой мяса. Оно вымочилось 1 час в холодной воде. Сейчас я его хорошенько-хорошенько очищу. Когда смолили, видите, вот эти все подпалены. Ну и так в принципе всю шкурку хорошо очищу. Вот смотрите и сейчас покажу вам, что будет после того, как я почищу шкурку. Вот смотрите, все прекрасно очистилась. Шкурка стала такого очень приятного, аппетитного, светло-желтого цвета. Теперь я беру маленькую плошку и кладу в нее специи. Чайную ложечку, кладу аджика, 1 чайная ложка, красный перец, 1 чайная ложка, черный перец, 1 чайная ложка и добавлю сюда, раздавлю чеснок. И чуть не забыла самое главное. Нужно 5 чайных ложечек соли. 1, 2, 3, 4, 5. Ну вот, теперь буду давить чеснок. Мы чеснока любим побольше, поэтому и положим мы его побольше. Тем более, сейчас зима, нужны витамины. Все хорошенько перемешиваю и сейчас будем натирать этой смесью наш рулетик, будущий рулетик. Ну вот, думаю, все тут отлично. Насыпаю сначала ложечкой. Насыпаю всю смесь. Надену перчатки, чтобы удобнее было и приятнее работать. И сейчас эту смесь я ватру в поверхность. работаем, как всегда, тщательно, не спеша и хорошенько тут все втираю. Делаем массаж. Так, все. Сейчас буду сворачивать, вот так плотненько сворачиваю и перевяжу. У меня есть вот такая хлопковая нитка, толстая, крепкая. Сейчас перевяжу. Теперь беру вот такой контейнер. Насыпаю немножко соли. А также насыпаю соль на торцы нашего рулета. Тоже немножко вот так вот и с другой стороны. Маловато будет еще чуть-чуть. Вот так теперь все нормально. Вот укладываю сюда и обваливаю также еще в соли. Потру соль также в шкурку. И оставляю так на сутки мариноваться. Конечно же, прикрою крышкой, но не плотно. Поставлю в холодильник. У меня уже следующий день. Вот наш рулет. Видите, он уже, я думаю, достаточно за сутки промариновался и просолился. Сейчас будем его варить. Собирала в эту коробку луковую шелуху. Думала, что буду красить ткань. Ну, придется использовать ее по другому назначению. Перекладываю шелуху в кастрюлю, промою ее и положу сюда рулет. Сверху залью водой и буду варить полтора часа. Прошло полтора часа. Вот смотрите, какой у нас рулетик. Очень аппетитный. Окрасился от луковой шелухи. И теперь я оставлю в этой кастрюльке его до полного остывания. Рулет остыл, но еще теплый. Теперь я вот эту плошечку измельчила. 6 зубчиков чеснока. Сюда же кладу ложку черного молотого перца. Перемешиваю. И сейчас натру рулет снаружи этой смесью. Лучше руками все втереть. Смотрю, просто видно вам или нет. С другой стороны. Не очень-то эта смесь держится на рулете. Но ничего, мы его победим. Вот так. И сколько есть еще снаружи натираю. Сейчас заверну в пищевую пленку и поставлю в холодное место. У меня это веранда до полного застывания. И он при этом уплотнится. Затем разрежу, попробую и оценю этот рецепт. Друзья, рулет хорошенечко остыл. И сейчас я срежу нитки и мы его разрежем. Поверьте, все будет замечательно. Вот сейчас я его разрежу прямо на тарелочки и вам все покажу. Вот смотрите. И поверьте, это не только красиво, но и очень вкусно. Готовьте вместе с нами и у вас тоже все получится. До встречи на канале Мир Вкуса. До встречи на канале Мир Вкуса. До встречи на канале Мир Вкуса. Мир Вкуса. До встречи на канале Мир Вкуса. До встречи на канале Мир Вкуса. Субтитры создавал DimaTorzok